С чем мы идем на эти выборы, да, давайте, посмеялись и хватит. О программах. Программы у всех партий, конечно, очень разные, вот, мало кто их читает, обычно говорят, да, зачем эта программа, кто сейчас читает эти газеты, кому это интересно. Я вам так скажу, что вот наш избиратель, который голосует за нас, за коммунистов, он как раз программы читает, и он газеты читает, это избиратель вдумчивый, это избиратель с идеями, да, это избиратель с мировоззрением, и ему, безусловно, интересно, что в этих, так сказать, программах написано. Вот, я, опять же, не хочу, так сказать, никаких вот таких сравнений нехороших, но мне кажется, вы будете смеяться, но это действительно так. Так, на этих выборах программа партии Коммунисты России, она сильнее намного, чем вот эти десять маленьких тезисов, которые вывесила у себя на страничке КПРФ. Не говоря уж о том, что у Объединенной Коммунистической Партии есть своя собственная программа, которой мы, собственно говоря, и руководствуемся. И вот это вот объединение программы ОКП и программы Коммунистической Партии Коммунисты России, она дала, да, в общем, оно дало вот такую вот хорошую основу для действительно выборной агитации, выборной пропаганды и так далее. То есть мы говорим о том, о чем другие партии стесняются, да, о необходимости остановки третьего приватизационного пакета, о дальнейшей национализации. Но не только о национализации, о национализации говорят многие. И у нас в стране действительно много чего национализировано, да, у нас много государственной собственности показывают. Госсектор достаточно большой, хоть он и сокращается, как сшеврение моей кожи с каждым годом. Мы говорим о социализации собственности, потому что в нашей стране, к сожалению, вот в нашем российском варианте национализация, это означает, что собственность переходит в руки олигархии пополам с государственной вюрократии, чиновникам верхушки государственного аппарата. Вот такая у нас национализация. То есть простой человек, простой избиратель, он с этой национализацией мало что имеет. Его социальный пакет сжимается темпами, так сказать, далекими от тех темпов, которые, в общем-то, которыми должны были расти, на самом деле, эти социальные льготы, преференции и гарантии. Вот где у нас растет, а где у нас сокращается, вы прекрасно знаете. Вот вчера показали замечательные золотые апартаменты какого-то гаишного, там, шишкаря. Вот там растет, да, там пребывает. У нас, к сожалению, все планомерно ужимается. Вот, поэтому мы за социализацию собственности, за то, чтобы каждый человек мог реально влиять не только на политику в государстве, но и получать равномерный кусок, да, вот, причитающихся ему ресурсов, да, причитающихся ему народного добра. Назовите это как угодно. Ну, Глазев это называет рентой, кто-то еще как-то, вот, это можно по-разному сформулировать, но, тем не менее, принцип понятен. Мы за безусловную кредитную амнистию всем. Всем, потому что население у нас, к сожалению, закредитовано, перекредитовано. Люди сидят в кредитном рабстве и не могут из него годами вылезти, и перспектив, главное, никаких, потому что благосостояние не растет, оно, наоборот, уменьшается. Мы выступаем за то, чтобы вот эти кредитные обязательства были обнулены. Естественно, мы имеем в виду людей, которые, ну, что такое кредитное рабство? Это миллион рублей, два миллиона рублей, и речь не идет о долгах, там, олигархам, да, понятно, что никто отправлять не собирается, наоборот, мы за прогрессивное налогообложение, мы не только за налоги на роскошь, да, мы за налоги на доходы, которые у нас в олигархе не показывают. У нас теневой сектор в экономике огромный. К сожалению, мы знаем позорная совершенно история нашей власти, это то, что законодательная инициатива о прогрессивном на обложении и аналоги на роскошь, она погибла буквально недавно, вот в недрах нашей Государственной Думы, где большинство составляет понятно кто, вот эта инициатива погибла, ее нет, все. То есть, так сказать, депутаты, так называемые народные избранники, они четко сказали, что вор будет воровать и дальше, а вы будете сидеть и, так сказать, считать в чужом кармане вот эти самые доллары. Мы за безусловный запрет, вот еще одна кричащая проблема нынешнего времени, мы за безусловный и практический, а не виртуальный, не на бумаге, за практический запрет коллекторской деятельности, коллекторских агентств. Вы знаете, что этот законопроект уже был внесен в Государственную Думу и даже уже дошел до третьего чтения. Может быть, даже пройдет третье чтение и, может быть, будет подписан президентом. Но вы видите, да, что когда нужно поменять Конституцию, допустим, за одну ночь, или когда нужно кому-то что-то опять запретить, да, кого-то в чем-то ущемить, прищемить, у нас все законопроекты принимаются в трех чтениях за день, сразу, быстренько и энергично. Когда вот действительно речь идет о кричащей проблеме для общества, те же самые коллекторы, кто пострадал в коллекторах, он прекрасно понимает, о чем идет речь. Вот это растянулась процедура на долгие-долгие месяцы. Пока, пока закон о запрете коллекторской деятельности гуляет по Думе, буквально вот событие недельной давности. В Нижегородской области коллекторы запытали семью до смерти. Муж и жена, и ребенок даже пострадал. Это ЧП, но это ЧП, это как бы новость для криминальной хроники. Это вот в криминальной хронике, там внизу где-то в газете, публикуются обычно четырьмя строчками. Но на самом деле это вот именно иллюстрация к этой самой проблеме, о которой мы говорим. Мы выступаем за безусловный отказ от преступной, я бы сказала, не просто ошибочной, а просто преступной пенсионной реформы. И речь не только о пенсионном возрасте, который наш замечательный, всеми любимый, обнуленный президент обещал не повышать, а потом повысил. Хотя и об этом тоже. Потому что у нас в стране средняя продолжительность 69 лет, в Москве немножко побольше, 73. А в Японии, допустим, 84 года. Вот там 63 и 63. А у нас, как мы видим, повысили. Вот в тех странах, которые не отказались от социализма, Китай, Вьетнам, там понижение пенсионного возраста идет. И производительность труда не такая, как у нас, между прочим. Кто-то говорит, что понизимый пенсионный возраст, снизится производительность труда. Да ничего она не снизится. В Китае, ай-яй, какая производительность труда. Опять пенсионный возраст снизили. Мы, конечно, за то, чтобы вернуть, вернуть тот норматив, который был. Это, собственно говоря, законопроект из одной фразы. То есть, если нас не сберут, если мы там действительно обретем какое-то большинство, это очень короткий законопроект. Признать 350 ФСЗ от 3 октября 2018 года о внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты по поводу начисления пенсии и прочего. Признать утратившим силу. Но не так все просто. Пенсионная реформа – это не только снижение пенсионного возраста. Во-первых, нужно потребовать парламентского и не только парламентского, но и прокурорского расследования первого этапа пенсионной реформы, когда, благодаря замечательной политике Зурабова и компании, просто негосударственные пенсионные фонды прокрутили триллионы народных рублей и просто нажились на этом. Просто украли их. Накопительная часть пенсии была заморожена на неопределенное время. И в это время НПФ прокручивали триллионы народных денег. Куда это все ушло – непонятно. Точнее, понятно, но понимаете куда. И никто за это не ответил. Никто не понес ответственности. Ну да, назначили нового министра труда и социальных отношений. Но прежний не потерялся, как мы видим. Ни улицы метет. Поэтому, конечно, пенсионная реформа – это целый комплекс мероприятий, это целый комплекс законов. И, конечно, пенсионная реформа не может быть в отрыве от реформирования трудового законодательства. Потому что вы знаете, что пенсия исчисляется не только от трудового стажа, от своей зарплаты, от выслуги лет. А у нас, к сожалению, у нас теневая экономика. У нас основная занятость, в основном, она теневая. Вот уже процентов 60, наверное, населения. Они либо не оформлены, работают не по трудовому кодексу без оформления, либо оформлены как-то очень криво, получая копейки по бумагам, остальное в конвертах. В общем, это теневой сектор. И просто очень многие люди сейчас об этом не задумываются. А вот через несколько лет, когда им действительно придется выходить на пенсию, они обнаружат, что они получают 5000 рублей социальной пенсии и все. И ни в чем себе, как говорится, не отказывай. Вот. Для многих это будет очень неприятным сюрпризом, я вам могу так сказать. Поэтому реформа пенсионного законодательства – это отнюдь не только пропенсионный возраст. Это большой пакет законов, которые мы, безусловно, внесем. Мы, безусловно, отменим вот всю вот эту, извините, хрень, у меня других слов нет, которая была принята в последние годы в запретительно-репрессивной сфере. Да. Целая серия репрессивных законов, которые запрещают, вот, причем запрещают не просто так, да, что у кого-то левая нога зачесалась запретить. У нас, в общем-то, законодательство есть на эту тему. У нас конституция запрещает ухудшать социальные условия жизни граждан, если кто-то не знает. Вот, тем не менее, все сворачивания, так сказать, социальной гарантии, они, мягко говоря, незаконно, да, принимались. Вот, а запретительные законы, законы, там, о свободе слова, законы о регулировании интернета, о регулировании всех видов связи, цифровой вот этот пакет, так называемый, яровой, да, закон яровой, законы, ограничивающие гражданскую активность, когда люди не могут, не то, что там митинг, да, одиночный пикет уже собрать. Законы, которые запрещают то, запрещают все, их много, то есть мы на протяжении всей последней работы, всего последнего созыва Государственной Думы это все видели. Конечно, мы это будем все отменять. Отменять не просто так, да, отменять критически, естественно, с анализом, с анализом результатов исполнения этих законов. Это все будет, как говорится, проаудировано, этому всему будет дан свой правильный такой социальный аудит коммунистический. Мы всем этим будем заниматься. Закон совершенно просто, ни в какие ворота не влезающий, а просветительской, так называемой, деятельности, да. Ну, на самом деле он называется закон об изменениях в закон об образовании, но все его знают под названием закон о просветительской деятельности. Это закон, который запретил сотням тысяч, если не миллионам людей, да, преподавать, вести видеоблоги, заниматься то, что называется там лекциями, да, коучингом, да, есть такое замечательное слово, тренингами, учить молодежь, учить подрастающее поколение, давать уроки, заниматься репетиторством, заниматься пропагандой того или иного искусства, допустим, да, искусства какого-то культурного направления. Это закон, который лишил куска хлеба, в общем-то, миллионы людей, потому что миллионы людей сейчас подрабатывают действительно в сфере преподавания, в сфере вот именно обучения подрастающего поколения и так далее. Они все теперь попали под этот закон. Они вынуждены будут не только регистрироваться, да, как так называемый просветитель, ну вот вы наговорили там что-то там в свой видеоблог на ютубе, вы уже просветитель, вы уже попали под этот закон, вам надо регистрироваться, налоги с этого дела уплачивать, вот какие-то ограничения, соответственно, нести и так далее. Вот это, конечно, все просто лабуда, и это механизм, я даже не знаю, для кого это механизм обогащения, да, потому что бюджет, на самом деле, он не сильно выиграет от этого, да, но если даже вы будете какие-то налоги с этого уплачивать. Это в чистом виде вот еще один репрессивный закон. Мы за коренной пересмотр некоторых принципов внешней политики, международной, да, несмотря на то, что мы партия, которая действует на территории Российской Федерации, мы прекрасно понимаем, что, например, сажать и выдавать в лапы иностранного правосудия ополченцев, да, тех же ополченцев Донбасса, людей, которые воевали в горячих точках, люди, которые отстаивали интересы России за рубежом и которым грозит уголовное преследование как в той стране, где они воевали, так и в России. Это глубоко неправильно. Мы мало здесь что можем изменить, потому что внешнюю политику у нас формирует президент. Но есть так называемая, во-первых, народная дипломатия, есть вторая функция парламентария представительная, да, не законодательная, а представительная. Вот хороший пример – это деятельность депутата Сергея Шергунова из фракции КПРФ, да. Он очень много сделал для этого. То есть много людей он просто спас лично от пыток, от смерти, от убийства, может быть, от длительного тюремного заключения. То есть это тот позитивный опыт, который нужно всячески распространять, и этим должны заниматься все. Потому что в Думу вас избирали не протирать штаны, а делать добро людям. Вот этим тоже нужно заниматься. Нужно защищать политзаключенных, как в России их много. Есть, конечно, такой немножко плюрализм понятия, кого считать политзаключенным, но примерно все понимают одних и тех же людей под этим, да. Люди, которые сидят явно по политическим делам, хотя у нас это и не формулируется официально. Но политзаключенные существуют не только в России. Есть целый ряд людей, их много, которые живут на территории постсоветского пространства, бывших наших республик, которые либо уже арестованы, либо преследуются по причине симпатии, там, к Российской Федерации нынешней, к Советскому Союзу. Мы знаем, что в целом ряде европейских стран и не только европейских запрещена коммунистическая, социалистическая символика, запрещены коммунистические партии. Вот мы видим сейчас жуткий процесс издевательства над лидером литовских социалистов Актер Досомполецкисом, который посмел по телевизору сказать, значит, на телевизионном канале, что Советский Союз распался, потому что свои стали стрелять в своих. Вот эта фраза, она стоила ему, можно сказать, не только политической карьеры, но просто спокойной жизни на ближайшие годы. Ему угрожает 9 лет лишения свободы. Конечно, если бы российский парламент возвысил голос его защиту, это было бы очень хорошо. Но, к сожалению, к сожалению, 300 депутатам из 450 на Полецкиса глубоко наплевать. И не только на Полецкиса, а на многих людей, которые отстаивают интересы России, так сказать, за рубежом. Поэтому эту ситуацию тоже нужно менять. И мы готовы вносить здесь различные законодательные в том числе предложения. Мы хотим, чтобы каждый ребенок, чтобы каждый студент учился на бесплатной основе, ну как на бесплатной, да, чтобы образование было доступным. Потому что сейчас, к сожалению, оно доступно только на бумаге. В реале у нас 80% участников образовательного процесса, они платят так или иначе. Вот. Открыто, да, по договорам, либо в какой-то латентной форме. Но, тем не менее, это платное образование. Это уже антиконституционная совершенно ситуация. Потому что закон об образовании, он гласит совершенно иное. Правоприменительная практика у нас такова, что образование быть бесплатным перестало. Перестало оно быть бесплатным даже в большей степени, чем медицина. Потому что какие-то осколки, остатки бесплатной медицины еще есть, слава Богу. Вот. То есть можно от каких-то несложных, так сказать, заболеваний, не связанных со сложными хирургическими вмешательствами, там, со стоматологией, с онкологией и так далее. То есть можно еще как-то лечиться бесплатно. Учиться бесплатно в ВУЗе, да, уже фактически нельзя. То есть это уже реалии давно минувших дней. Мы, естественно, за пересмотр закона об образовании и целого пакета законов в образовательной сфере. Мы за принятие альтернативного закона об образовании. Их много, на самом деле, этих законопроектов. Вносились они разными партиями, разными силами. И каждый из них в отдельности намного лучше, чем действующий сегодня протащенный Единой Россией закон об образовании, на основании которого мы все живем. Они разные. Но я вот, например, как настоящий спойлер КПРФ, я считаю, что лучший закон об образовании вносила фракция КПРФ. Между прочим, в лице первого заместителя председателя комитета по образованию Олега Николаевича Смолина. Вот, это закон, который вносила официально фракция КПРФ. Он самый хороший из них. И если, так сказать, мы будем избраны, то в данном случае мы считаем, что было бы совершенно правильно эту разработку поддержать.